Всем привет, дорогие друзья, вы на канале LeanHustle и начался промежуточный сезон в маске. Сегодня вообще произошло несколько таких важных довольно событий для игры, поскольку сегодня изменили сэпплай и увеличили аэродроп, что, конечно, было неожиданно. Сначала, знаете, люди так и инфлюенсеры разволновались, мол, сейчас всех кинут, там пересчитают опять-таки номику, как в хомяке в 10 раз увеличат, никто ничего не получит. Но по итогу единственное, что сделали, это увеличили процент аэродропа. Можете вот, значит, подробнее все прочитать в телеграм-канале, вот QR-код, можете отсканировать, либо же просто в поиск телеграма вбить LH, нижнее подчеркивание, Crypto1 и перейти в канал. Здесь вообще много полезной информации и всю информацию я, конечно, первым делом сюда выкладываю, поэтому обязательно переходите, чтобы ничего не пропустить. Ну а те, кто еще не начал играть в Mask Empire, сейчас как раз могут начать, потому что промежуточный сезон сделан в том числе именно для тех, кто не играл с самого начала и сейчас может себе, так сказать, подлутать на аэродропчик. Давайте зайдем в официальный канал, вообще пока ничего не сказано о том, что все началось, хотя по факту, как мы видим, вот стартовало, тут можно играть, опять с нуля прокачиваться. Давайте переведем на русский для удобства официальный пост, который сегодня вышел. Смотрите, 34 миллиарда токенов с половиной будут распределены среди игроков, которые примут участие в Chill Phase, то есть это вот эта фаза, которая будет 2-3 недели длиться до основного аэродропа и листинга. Почему 10 никак затянулся? Ну, ответ на это довольно прост, потому что они вообще никак не подходили к этому вопросу, то есть если остальные таплоки перед аэродропом сразу же заявляют о сотрудничестве с 1000 бирж, еще о чем-то таком, о том, куда можно что будет вывести, здесь же никакой информации об этом не было. И вот вам и результат. Они будут это готовить только сейчас, во время промежуточного сезона. И в целом я считаю это правильно, и в качестве такой, знаете, компенсации за ситуацию, за промежуточный сезон также будут 34 миллиарда токенов распределены среди игроков. Причем, по сути, этот сезон длится с нуля и никак не влияет в ваши прошлые достижения, ну, кроме сохраненных рефералов, за которые также можно получать бонусы. И вы начинаете полностью с нуля, и даже если вы абсолютно новый игрок, вы можете получить аэродроп, но, конечно, уже из меньшего пула. То есть 70% выделенные были на первый сезон, и на этот всего 5%. Ну, то есть разница, конечно, колоссальная. В 14 раз дроп будет меньше, но, тем не менее, за счет того, что большая часть игроков, очевидно, не будет принимать участие, руководствуясь принципом, мол, всего 5%, да, я там ничего не получу, но вот лично я буду, и думаю, не зря абсолютно. Сейчас мы посмотрим, что тут надо делать, разберемся. Но у меня, если честно, есть такое чувство, что все это было планировано 100% заранее, потому что такие вещи явно не на коленке за сегодняшний день были приняты. 100% все это было спланировано, как психологический эффект, что сначала все думали, что всех побреют. Вот это вот, по определенным причинам вы можете изменить токеномику и объем предложения. А в итоге, знаете, такое отдушина, у людей камень с души упал, что все нормально, и наоборот, аэртроп только увеличили. Ну, просто обычный психологический прием, чтобы еще раз показать, какие же они крутые. В целом, одобряю на большинство это сработало, тех, кто этого не понимает. Так, давайте перейдем к самому вновлению и что же здесь надо делать. Вообще, интересно, что здесь монетки, скин монеток заменили на скин самого токена X, то есть доллар X будет токен называться. Что бы это значило, не думаю, что это равно получаемому нам токенам по итогу, потому что столько токенов тупо нет, там выдано всего 34 миллиарда, а у меня уже у одного только 2 ляма. Ну, то есть вы сами понимаете, скорее всего, это будет все конвертировано, даже не, скорее всего, а 100%. Поэтому рассчитывать на те цифры, которые тут написаны, конечно, не стоит. Все это будет распределено, а как, уже узнаем, думаю, довольно скоро. Хотя бы по первой фазе должны итоги какие-то подвести. Так, ну что, так что изменилось? Да, собственно, не особо ничего, просто нужно прокачиваться точность так же. Сначала нужно чуть-чуть покликать, потом кликать вообще не надо будет, ну, возможно, для выполнения задач. За рефералов дают нищие бонусы, кто их приводил, знают. Ну, то есть в начале, может быть, первые 2-3 уровня, они влияют, но потом это вообще ничего не дает. Значит, здесь, опять же, все эти разделы открываются после третьего уровня. Уровень прокачивается за счет ваших трат. И airdrop их в первом и во втором сезоне будет именно по уровню, по количеству потраченных вами денег. А сколько вы тратите денег напрямую влияет на скорость в час, которая тоже влияется важнейшим фактором. Значит, задачи сейчас все простейшие. Здесь завершенные задания позабирайте. Ну, то есть кто подключал кошелек, совершал транзу, все вот это выполнял, просто прокликайте, вам там полтора, два миллиона сразу же дадут. Давайте я вот тут вот получу последние эти 10 тысяч. Если что, сейчас из-за наплыва людей, разумеется, все лагает, все работает нестабильно и очень все долго грузит. Но сейчас, я вам говорю, 2-3-4 часа, лучше к завтраку, к утру, все вот это вот раздуплится и будет работать адекватно. Значит, в разделе улучшений мы прокачиваем постепенно скорость в час. Сейчас, как вы видите, я не знаю, кстати, почему они не добавят сразу раздела, чтобы я видел, на каком уровне они открываются. То есть, постепенно с прокачкой вашего уровня у вас откроется раздел команда и ИИ, в которых вы сможете прокачивать дополнительные навыки. Напоминаю, что самыми имбовыми картами, по крайней мере в первом сезоне, являлись вот эти две. Сейчас я покажу. Значит, вот, вот смотрите, у вас появится раздел команда на каком-то уровне, не помню, ну, это в самом начале произойдет, там, 5-6-7 уровень максимум. И нужно прокачивать вот эти две карты, финансисты и налоговый гуру. Они по соотношению цена и прибыли в час самые лучшие. Лучше них нету ни одной карты. Это прямо железобетонно. Можете вот в этом плане довериться. Я опнул 700 миллиардов в час в прошлом сезоне. Значит, собственно, все. Кстати, не вижу раздела Hype Zone, который был. Ну, он тут есть, да, но, опять же, вот это самое беспонтовое, что здесь есть. И еще один такой мини-совет. Смотрите, со следующего дня, очевидно, добавят задания. Причем эти задания будут следующие. Там нужно будет определенное количество кликов сделать. Значит, написать видос с Ютуба. Ну, как это было в первом сезоне. Кстати, все абсолютно комбо мы публикуем в нашем канале LH Crypto Combo. Вот LH, нижнее подчеркивание, комбо. Вот даже покажу пример, как это выглядит. Ну, на Mask Empire он уже закрылся, и поэтому мы не публикуем. Но мы публикуем, то есть, ответы на эпизоды, ребус дня, загадка дня. И какие прибыльные позиции в инвестициях. То есть, все удобно в одном посте и максимально просто. Здесь, кстати, отказывается грузиться. Значит, какой совет? Смотрите, как только за ежедневные задания, я думаю, это завтра или послезавтра, будет выдаваться счастливый бокс. И эти боксы я вам рекомендую не тратить. То есть, вы их копите, и как только ваш доход будет выше, и выше, и выше, вот тогда их и откроете. Потому что падает в них лут пропорционально вашему доходу. Причем, без разницы, когда вы их получили, это уже проверено. То есть, условно, откройте вы его сейчас, вы получите там 2000 монет. А если вы откроете его, когда у вас будет доход 100 миллионов в час, вы получите там 300 миллионов. Ну, то есть, это вот так работает. То есть, все абсолютно пропорционально и довольно просто. На этом, я думаю, обзор мы закончим. Все, в принципе, понятно. Пока такое все сыроватое. Как видите, до сих пор ничего не грузит. Но, думаю, я все предельно объяснил. И доходчиво. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал ВКомбо. Подписывайтесь на YouTube канал и на Телегу. Всем спасибо. Всем пока.